Добрый день, мы сейчас находимся в приюте Лохматая Душа в Чеховском районе. Можете представиться, как вас зовут. Силич Валентина Анатольевна, военный пенсионер. Переехали с Мурманска, только потому что после болезни меня комиссовали, мне пришлось уехать. Мы искали теплое место, чтобы можно было вызроветь немножко, потому что очень тяжелое заболевание было, я была как овощ. Через год я нашла своего первого щенка. Просто с мужем еле-еле шли через мусор, он говорит, кажется, шевелится. Я повернулась, потому что я голову отвернула, я думала, что щенок мертвый, а он действительно чуть-чуть зашевелился. Когда муж поднял щенка и дал мне в руки, я думала, знаете, просто рассыпется и все, потому что это был маленький комок. Это было страшно. Настолько высохший, настолько изможденный, настолько весь это самое. Мы выходили малыша, она звали Лира, это была девочка. Она прожила с нами, она умерла у нас в прошлом году. В прошлом году, вот осенью. Она прожила с нами очень долго, почти 16 лет. Лира и была первым щенком, с которого началась лохматая душа. У нее был сломан позвоночник. Она у нас одна живет на улице. Да, Рыся? У нее одна лапа совсем не работает, да? У нее обе не работает, у нее сломана спина. Сколько собак в приюте у вас? Рыся, сейчас полторы тысячи. Полторы тысячи животных. А это Кимба. Кимба! Кимба, Кимба, Кимба. Кимба попрыгушка. За звук, извиняюсь, здесь просто лай по этому имеете ввиду. Здесь у нас карантин. Это временный карантин, мы строим новый. Да нет, но мы все это видели, нам надо просто все. Общий осмотр. Здесь, если вы видите, все, видите? Ну, окна будете вырезать, естественно. Обязательно, как там. Два окна, точно так же здесь. Ну, сейчас пока нет возможности купить окон. Делаем пока макет, потом вырежем окна. Здесь будет разделение, здесь будет операционное, здесь будет чинение от них. То есть здесь будут жить выздоравливающие. Туда будет выход, вот видите, три вольерчика оставили. Выход, здесь будут такие внутренние будки. И выход будет туда, будка здесь будет открываться, здесь будет тепло. То есть здесь пролерить надо будет или что-то, без проблем. Вот так. Олег тоже на съемках. Потом добавляем кушенку, но это для самых маленьких. Поэтому каша жидкая, чтобы гусая не было. Пойдемте, стойте, пожалуйста. Бутовки разведены на четыре части. Два отсека сюда выходят из пятбутовки. Там сена много, можно вовнутрь заленуть, если хотите. Ну это не обязательно, зачем собаку спокоить? Только малая, и сейчас мы говорим. Малышка слепая. Она чувствует, это все вольера, это все помнишь вольера? Ну она началась здесь? Нет, она началась в городе Грязи, Липецкая область. Ребята, я не планировала заводить, ни приют, ничего. Даже в мыслях не было. Я писала книги, у меня сейчас есть страничка моя. Понимаете, когда человек болен, разве можно думать о чем-то? Но когда ты видишь, что оно лежит и умирает, ну кто пройдет мимо? Это я так думала. Оказывается, спокойно проходят мимо, спокойно в мусорку вместе пакеты с шелухой заворачивают и выкидывают мусорку. Подходишь к мусорке, а мусорка пищит. Начинаешь где-то на мусоре копаться, достаешь пакет, разворачиваешь, картофельные очистки и два-три щенка, которые только глазки открыли. Ладно еще когда слепых, это я вообще молчу. А глазки открыли. Он на тебя смотрит, а ты его в пакет с шелушками и в мусорку. Начала собирать. Ну как собирать? Нашла, выходила, пристроила. Нашла, выходила, пристроила. Подключилась организация немецкая, она называется Хонде Хильфа Русланд. Уже 8 лет, как я с ними дружу, ребята, они помогают пристраивать наших инвалидов. Очень тяжелых. У нас много красивых фотографий оттуда есть. Альбом есть. Один рейс, улетают 5 собак. Улетают или инвалиды, или улетают малыши. То есть это кого семьи выбрали. Причем улетают сразу в семью. Я уже сто раз предоставляла это, и могу сейчас предоставить. И у нас на ютубе ролики висят, где нам немцы сами снимают. Да, кстати, в городе, по-моему, Франкфурт на майне. Там есть немецкая лохматая душа. И люди, которые взяли там, около 12 человек есть, они взяли у нас собак. И вот они собираются в парке, и там отдыхают. И наши собаки бегают, и видео такое присылали. Оно у нас есть в ютубе. Ну то есть они все, кто забирал животных, они там собираются. Да, очень часто присылают новогодние поздравления со своими собаками. И на корявом русском вот это все. Валя, поздравляем, спасибо за наших любимцев. То есть если посмотреть наш ютуб-канал, ребята, хорошо посмотреть с самого начала. У нас очень много хороших таких роликов. То есть и мы пристраиваем животных официально. Фонд Хунде Хильфа Руслан, у них огромная такая есть табличка на этом. Пишут, что сотрудничает с фондом Лохматая душа. Это через налоговую, через полицию Германии и все прочее. У них есть определенный лимит на ввоз собак. И вот говорят, Валя, мы в этом году можем вывезти у тебя только 100 собак. Подбирай, кто поедет, сколько семей. Иногда, может быть, не выберут 100, может быть, выберут 50. Значит, в этом году у меня уедет только 50 собак. Но мы чаще всего стараемся пристраивать именно инвалидов. Потому что, ну, сами понимаете, такое животное пристроить трудно. Без лапых, без глазых. А что еще? Мы прививаем. У нас все. Стерилизуются все животные. Прививки делаются ежегодно. Паспорта нет. Мы делаем акты. А когда собака уезжает, мы ее чипируем. Она у нас регистрируется в Меркурии. И это нормально. Корма мы тоже закупаем через Меркурии. У нас в месяц уходит 15 тонн. 15 тонн корма в месяц? Да. Это у нас... Это получается у нас в день около 500 килограмм корма. Да, где-то около полутонны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребята, это приют, это обычная жизнь, это рутина. Понимаете, не бывает так, чтобы всё было хорошо. Меня часто спрашивают, почему ты всё время вопишь? Ребята, ну если я не буду вопить, мы просто застынем здесь, замёрзнем в этом поле. Я прошу вас, друзья, отзовитесь и помогите сохранить наш островок добра. Всё-таки полторы тысячи жизней спасать всем вместе. Это ведь не как одному, правильно? Спасибо вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова